3,5 миллиона рублей из оборота предприятия в свой карман. Предприимчивый директор одного из муниципальных предприятий города неплохо обогатился благодаря финансовым схемам. Впрочем, действия его вскоре раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности в ходе одной из проверок. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьей, статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот средств платежей». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Были в майские праздники и более типичные для затяжных выходных право нарушения. За неделю в УВД поступило 3 заявления о телесных повреждениях, но при проверке заявители отказались от своих претензий друг к другу. На дорогах тоже не обошлось без происшествий. За 10 дней сотрудники ГИБДД зарегистрировали 172 нарушения ПДД. Есть пострадавшие. Вечером 3 мая водитель автомобиля ВАЗ, не учитывая погодные условия, превысил скорость и сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и была господизирована в хирургическое отделение номер 2 КБ-50. У ней диагностировано было стрессение головного мозга и, соответственно, ушибы. За время праздников сотрудники ДПС задержали 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один из выпивших, неоднократно лишенный прав водителя автомобиля «Газель», стал виновником ДТП на перекрестке улиц Зернова и Арзамасской. В результате этого столкновения несовершеннолетний ребенок автомашинный «Форсаген Пассат» 2017 года рождения получил телесные повреждения и был господизирован в травматологическом отделении КБ-50. У него было диагностировано стрессение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Водитель «Газель» уже становился виновником ДТП. Его дальнейшую судьбу определит суд. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24.